Пока на улице дождь, дети рисуют то, что им запомнилось со вчерашней прогулки. 13-летний Володя Крынов впервые живет в таком шикарном отеле, где каждая минута расписана и скучать вовсе не приходится. Он даже пообещал быть более дисциплинированным, если его сегодня покажут по телевизору. Я видел море, как дельфины плавали. Мы ходили на море, я ходила на форуме один, так мы снимались, сфотографировались. Конечно, впечатлений много, целую неделю можно жить совсем не так, как в интернате. Вот и плакат признания в любви городу, отелю и Олимпийскому парку. Для детей мы организовываем мастер-классы, мы показали им, что такое современная Сочи, какие великолепные спортивные комплексы построены. Они побывали на площадке Формулы-1, посидели в настоящих машинах, для того, чтобы почувствовали, как свою жизнь и свое будущее можно выстраивать. А чтобы еще и знали историю своей страны, для детей устраивают кинопросмотры, патриотических роликов и обсуждения увиденного. Конечно, ответы еще не совсем уверенные, но каждый из них старается порассуждать и понять, что же хотели рассказать им авторы мини-фильмов. Сегодня была тема уважения. Что ждут от школьников ветераны войны и на что надеются, завтра пройдет их совместная встреча, к которой дети готовятся уже сегодня. И это не только рисунки, которые они непременно подарят людям старшего поколения, ребята попробуют задать им свой вопрос. Нам очень помогает Российский союз молодежи, очень помогают активисты различных организаций города Сочи. Самое главное, что мы можем неподдельные, искренние эмоции детей передать ветеранам, без формата какого-то конкретного мероприятия. А в рамках общения всех дней, это неделя добра, весенняя неделя добра, к которой мы надеемся, очень скрасит их эмоции перед 70-летием победы. Всегда с детьми не только педагоги, но и волонтеры. Молодые, энергичные, помогающие понять ребятам, что в трудной жизненной ситуации может оказаться каждый, а вот справиться с ней может только самый сильный. Елена Всевсна, Михаил Дубинин, телекомпания ФКТ.